Всем привет! В этом видео хочу прокомментировать злобные высказывания моих критиков Почему я сижу в Америке, почему я критикую из Америки Нужно возвращаться в Украину и критиковать власть в Украине, находясь вместе с народом Хочу ответить на этот вопрос В принципе, большинство моих зрителей, я уже много раз это объяснял, это все знают Но постоянно приходят новые зрители на мой канал, новые подписчики Они задают вопросы, потому я пытаюсь разъяснять свою позицию снова и снова Только что я публиковал видео про Зеленского, как он вместе с Павлом Букиным Это фигурант дела после Нарчукова в составе делегации был запечатлен на видеокамеру И сейчас это видео набирает очень большие просмотры, вы видите, оно довольно сейчас пошло по ютубу хорошо И большинство моих зрителей адекватно это все воспринимают Но есть люди, которые начинают кричать, что опять ты продался, опять ты из Америки вещаешь Опять тебя купил, не знаю кто, Порошенко Хотя я рассказываю именно про людей Порошенко, что они обворовали страну И собственно, а что в этом такого? Ну, дело в том, что люди, ну, есть люди адекватные, которые воспринимают события адекватно В том числе политиков, за которых они голосовали А есть, знаете, такие вот преданные фанаты, которые в любом случае, при любых раскладах будут защищать, допустим Или Порошенко, или Зеленского, вне зависимости от того, делают они что-то хорошо или плохо Они всегда их оправдывают, приводя какие-то аргументы, даже бессмысленные Что вот президент святой и никак не может ошибаться То есть касательно этого ролика хочу сказать, что Владимир Зеленский Неделю назад записывает видео, где возмущается, что есть дело свинарчаков Люди, которые грабили украинскую армию, украинский бюджет Через завышение цен на запчасти, на военную технику И, собственно, этой всей операцией руководил руководитель УКР-оборонпрома Павел Букин Это видео расследование, можете посмотреть, у Бигуса там полное все детально рассказано И Зеленский возмущался, что вот эти люди воровали Почему, собственно, они сейчас куда-то бегают, почему они в бегах Почему их не арестовывают Но в то же время Зеленский, как ни в чем не бывало, идет в составе делегации с этими людьми И я задаю себе вопрос Ну окей, если вот я, блогер, записываю видео про какого-нибудь мошенника Какого-нибудь афериста, который там воровал украинский бюджет Который там брал взятки Какое-то расследование провожу, которое я миллион проводил А потом, представьте, через неделю мы идем с ним где-нибудь в кафе, в бар И вы, это снимается на камеру А люди меня спрашивают Стоп, так ты же про него видео записывал, что ты с ним сейчас ходишь? Ну это логично, да? Естественно, что я, будучи президентом, ну сказал бы так Этого чиновника, который замешан в коррупции, ко мне не подводить Я жду, пока правоохранительные органы будут им заниматься Но до этого времени я не хочу вместе с ним находиться Давайте его зама, другого зама Но этого чиновника быть в кадре со мной не должно Есть протокольная служба президента, которая занимается вопросом Кто должен быть рядом с президентом? Кто должен его окружать? Кто попадает на фотографию? Это репутация, это лицо страны, понимаете? Это не просто какой-то балаган И в данной ситуации протокольная служба президента Владимир Зеленский допустили тот факт, что Фигурант Делая Свинарчуков находится вместе С президентом в кадре Улыбается, ходит с ним вместе, типа лучший друг Понимаете? Это же ассоциация у людей возникает Это же репутация Но для них это нормально Я пытаюсь это объяснить, но меня часто люди просто не понимают Ну, видать, понимаете, люди имеют разное образование Имеют разное воспитание, понимаете? Ну, многие, допустим, там вот всю жизнь Я, ну, не хочу, как бы люди живут в деревне Да, это нормальные люди Ну, они не совсем, как бы, разбираются в политической жизни Да, вот человек живет в деревне, он не понимает Для него это странно А человек, который работает в журналистике Который имеет высшее образование Да, который, ну, немножко, ну, понимает Суть процесса, для него это странно Понимаете, в чем суть? И вот много избирателей Зеленского, да, вот с таким вот Ну, недостаточным уровнем, извините, интеллекта Они, как бы, не понимают этих вещей Для них это нужно разъяснять Теперь на меня опять посыпались обвинения Почему ты сидишь в Америке? Почему ты критикуешь из Штатов? Тебе нужно вернуться в Украину? Тебе нужно здесь быть? Значит, смотрите По поводу, почему я критикую из Америки? Почему я не нахожусь? Дело в том, что Основная, есть две причины, почему люди так говорят Первая причина, им просто завидно Потому что они живут в дерьме Просто в навозной куче И они смотрят, что человек живет в Америке У него все хорошо Да, я сейчас сижу у себя на крылечке Тут идет у нас флоридский дождик Но, собственно, как бы я живу в нормальной стране Да, вот они смотрят, блин, вот тварь Вот скотина, да, смог вырваться Да, вот я рассказывал анекдот Помните, что ад идет Переехал человек в ад, да И для него проводят экскурсию И идут, дьявол, да, берет человека Идет, проводит экскурсию, рассказывает Первый котел, там сидят евреи Да, то есть варятся в котле, то есть грешники И там охраны просто, ну, очень много охраны Там 20-30 охранников, да, чертят, там с вилами стоят И он спрашивает, а что так много охраны возле евреев? Почему так? А ему говорят, ну, смотри, если один еврей выскочит Он же за собой всех вытянет Конечно, мы контролируем, чтобы не было побега Идут дальше котел с русскими, да, с россиянами Уже в два раза меньше охранников, да, там есть, но вот так тусуются Они говорят, а что так мало, то есть где охранник? Они говорят, ну, они, русские в основном, бухают То есть только он вылезет, он пьяный, сразу валится обратно Он не может вылезти из котла российского Потому, в принципе, мы так смотрим, но особо нет Идет третий котел Там сидят украинцы Ни одного охранника, вообще никого нет Ни одного охранника Человек спрашивает дьявола А чего не охранять этот котел с Украины? Они же поубегают Так какой поубегают? Если только один украинец из котла голову высунет, чтобы посмотреть, блин, как отсюда сбежать Его у другой Украины сразу за ноги бах и назад в котел Понимаете? Вот в этом логика украинства Если человек выехал в Штаты и у него что-то лучше, чем у другого Его будут проклинать, чтобы ты гнида сдох, чтобы у тебя там то, все, пятое, десятое Эти проклятия, я как человек публичный, да, я как бы публичный блогер, журналист У меня миллионы просмотров, сотни тысяч комментариев Я вот человек выслушиваю десятки тысяч угроз, оскорблений, проклятий То есть на меня это все постоянно сыпется, да Люди вот несут эту психологическую энергетику на меня, да Чтобы ты сдох, чтобы у тебя там было все плохо То есть вот это постоянно происходит И естественно это выливается в комментарии, что они говорят А что ты в Америке? Почему ты вот не с нами в дерьме варишься? Да, а почему ты там? Ну, ребят, ну, я понимаю, что 99% людей, которые это пишут, не читали мою биографию Они не знают, что в Украине я пережил два похищения Меня два раза похищали Первый раз в Киеве, в 2012 году А второй раз на Донбассе, в 2014 году Я два раза с мешком на голове, меня похищали Сколько вас, критиков, которые рассказывают мне, что я в Америке, похищали в жизни? Сколько раз вывозили вас в лес? Сколько раз на вас заводили уголовные дела? Сколько раз вам угрожали убийством то, что вас порежут? Не знаю, там, покалечат, сделают инвалидом? Сколько раз вас из реально избивали за вашу работу? Вы прожили ту жизнь, которую прожил я? Вы походили столько по судам? Вы постражались столько с чиновниками? Сколько я сражался, живя в Украине? Наверное же нет Но вы считаете, что человек должен погибнуть Чтобы доказать свою приверженность Каким-то идеалам Еще раз говорю, два похищения Два похищения на территории Украины С мешком на голове Понимаете, в чем суть? Вторая категория людей Хочет, чтобы я вернулся в Украину с одной целью Потому что одно дело, я сижу у себя здесь дома в Америке И я делаю эти видео И ничего нельзя со мной сделать Нельзя сюда полицию привезти СБУшников, которые ворвутся ко мне домой Вот входная дверь Поломают мне компьютер Заберут жесткие диски Арестуют меня Это же нельзя сделать, правильно? А в Украине это можно Представьте, я нахожусь в Киеве Разве я смогу в Киеве В своей квартире Я жил в Киеве Снимать видео про Авакова Про Матиоса Про Хамчака Выкладывать вам действительно очень классные материалы Уникальные Инсайды Рассказывать про мафию Про преступные группировки Которые убивают людей Вы не слышите этих видео Потому что Как только я начну это все делать Так как я это делаю здесь в Америке Меня убьют Меня просто убьют Понимаете? Или закроют тюрьму Потому что подставить человека в Украине очень просто Ну представьте, да? Сколько меня в Украине провоцировали Сколько в Украине было людей Которые записывали мне через веки Ютуб Писали на форумах Что обзывали меня Провоцируй меня Чтобы я с ними встретился И набил им морду Сколько меня раз провоцировали на это Сколько раз Сколько говна выливали На Ютубе В интернете против меня Мне писали Что меня позвоночник поломают Что мне то Зачем это делается? Для того, чтобы я Разозлился, да? И просто с кем-то встретился И набил ему морду Но как только я это сделаю Меня просто сразу же арестуют И посадят На меня пошлют уголовку И сберут меру пресечения И привет, товарищи В Америке это сделать нельзя Потому что в Америке Немножко другие законы В Америке Если какой-то человек Мне начнет угрожать Я напишу заявление в полицию И его арестуют Через 5 минут Он будет сидеть в тюрьме Если кто-то попытается Мне физически принести вред Я его просто застрелю По закону Все Тут работает закон Есть право Никто не может прийти И вступить на мою частную собственность Никто Ни Аваков Ни какая-то скотина Понимаете? Потому что у меня есть пистолет Автомат Я нахожусь на своей земле Здесь в Америке И по закону Ни шагу назад Есть такой закон Ни шагу назад Ты находясь на своей земле Даже не на своей земле Ты можешь находиться В городе Вот То место Где ты находишься Это твое законное право Находиться Если какой-то преступник Так закон гласит Пытается с тебя Сдвинуть с этого места Каким-то насильственным образом Нарушить твое право Находиться здесь Конкретно На твоем месте Ты имеешь право Применить смертельную силу То есть застрелить его Так гласит закон Америки А в Украине так гласит В Украине нет Понятия частной собственности Нет понятия закона Дело Открыть против журналиста Вот так Вот так А как Шеремета Как Шеремета Ну выехал бы я на машине Бах И нет меня И все Привет Дело не раскрыто Меня вот похищали В Украине Конкретное уголовное дело Похищение журналиста В Киеве Оно раскрыто Где результаты расследования Где пойманные преступники Их нет Почему вы считаете Что я должен Постоянно каждый год Чтобы меня похищали Или там калечили Убивали Зачем это вам Что вы хотите добиться Две основные позиции Это первая Люди просто давят жаба Что я нахожусь в хорошей стране Вторая Они просто хотят Чтобы меня вликвидировали Как только я Чуть-чуть в Украине Чтобы меня сразу же ликвидировали Или завели уголовное дело Еще какое-нибудь новое Потому что Когда я публиковал видео Из Чеботаря Пленок Вы знаете Публиковал видео Вы знаете Что по этому делу Возбуждено уголовное дело За распространение данных Оперативной деятельности Правоохранительных органов Они даже в штат Отправляли запрос На расследование этого дела Но штаты их послали нахер Я им говорил Давайте приезжайте Давайте допрос сделаем Они обосрались Как только я пересеку Границу Украины Меня сразу же По этому делу арестуют Потому что я это видео Распространял У меня много информации Об этом Я знаю Детали Которые не знают Другие люди Понимаете в чем суть Я бы не смог бы Эти видео размещать И то дело То что Если бы я находился В Украине Меня просто бы Ну минимум бы арестовали Минимум просто арестовали Потому что пишите Просто невероятную чушь Я понимаю Что 90% моих зрителей Это все прекрасно понимают Но я говорю Что есть новые люди Которые этого не понимают Этого просто не знают Я бы не смог Делать те материалы Которые я делал Находясь в Киеве Когда в Украине Будет ситуация Что журналист Может жить в своем доме И публиковать Любую информацию На правительство И он будет знать Что за ним не придут Вот тогда Это будет ситуация Когда человек Может жить в Украине И я смогу жить там Но это не так Это не так, ребят Это нужно Знаете, человеку Нужно журналисту Умереть Чтобы доказать Свою, знаете Вот, что он говорит правду Ну хорошо Вот Ганзюк погибла Шеремет погиб И что? Вам лучше стало от этого жить? Вы стали богаче Вы стали успешнее Что вам дала смерть людей?